И сегодня наше слово, которое услышим, будет о том, что такая Церковь, для чего она и что такое Царство Божие. Это так важно, потому что Церковь Божия – это для того, чтобы приготовить наше сердце и наше тело, наш дух и сохранить, держать в сохранности день пришествия Господа Иисуса Христа. Слава Господу! И Церковь, она строится на основании апостольства. Слава Господу! И Церковь – это есть средство, чтобы нам войти в Царство Божие. Как сказано, чтобы никто из нас не был, чтобы мы закрыли ворота в Царство Божие. Не дай Бог, чтобы мы сами не входили, но чтобы мы входили в Царство Божие и помогали другим, свидетельствовали, говорили, изучали Слово Божие, крестили людей во имя Отца и Сына и Духа Святого, чтобы каждый из нас вошел в Царстве Божием. Слава Господу! Велик Господь и Достохвален! Итак, Слово Божие, она сила, чтобы сделать реформацию и пробуждение в наших сердцах. Слава Господу! И Церковь – это тело Иисуса Христа. Почему тело Иисуса Христа? Услышите, это очень важно, потому что Иисус – глава Церкви. Иисус – глава этой Церкви. А тело с головой связано. Посмотри на соседа и увидишь, что голова его, оно соединено с телом. И это одно, одно целое, которое действует, то, что говорит, говорит голова, говорит мозги, говорит мысли, говорит слово. Оно действует, оно дает команду, голова нашим телом, оно дает команду, она дает решение, что нам выбрать, что нам не выбрать. Бог говорит, выбери жизни и выбери благословение. Вот что Господь говорит, а на это нужно решение. И нам кажется, что Бог не слышит, у Него слышимость очень прекрасная. Он все слышит, все, что ты верой исповедуешь, все, что ты неверием исповедуешь, когда бунтуешь, когда негодуешь. Господь все это слышит. И почему важно, чтобы прославить Его, восхвалить Его для того, чтобы Он мог еще больше действовать нашей жизнью во благо. А если человек бунтует, вспомним евреев, из-за бунта, из-за ропота, из-за недовольствия, они были все истреблены. Остались только несколько людей от всех этих миллионов. Так что драгоценные, слава Богу за Слово Божие, которое нас учит. И Церковь, она утверждает Царство Божие. Оно утверждает Царство Божие на этой земле. Это посольство. Только через Церковь, через Иисуса и через Церковь мы можем войти в Царство Божие. Нет другого пути. Люди в это время, в наше время, в миру придумывают разные другие пути. Нет другого пути, как только через Церковь, через Иисуса, через Его Слово Божие. И один руководитель, один глава – это Иисус над Церковью и над Царством Божиим. Слава Господу! Царство Божие не может без Церкви и Церкви для того, чтобы приготовить нас для Царства Божьего. И главное первенство над Церковью и первенство в Царстве Божьем – это Иисусу Христу. Он первый, он первенец, от него все началось. Он первенец, тот, который умер и воскрес, он первенец, который приносит нам благословение в нашей жизни. И Матвея, откроем, 6-9. Когда ученики просили у Иисуса, как им молиться, он дал такую молитву, которую мы все знаем, но это написано в Матвея, 6 глава, 9 стих. И Иисус говорит, Иисус говорит, почему во всем мире почти все люди знают эту молитву. Молитесь же так, Иисус говорит. Отче наш, можем вместе, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Здесь говорится о Царстве Божьем, чтобы Царство Божие, которое на небесах, пусть оно придет на землю. Когда звучила эта первая, первая молитва покаяния, Иисус говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. То, конечно, как приблизилось Царство Божие, когда мы покаялись, когда мы призвали имя Господа Иисуса Христа и продолжали дальше изучать Слово и меняться по этому Слову. Слава Богу! И потому Господь через Церковь Свою хочет явить Царство Божие на этой земле, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Он постился, Он молился, Он победил Сатану Словом, Словом, которым Он говорил. Он победил Его. И ангелы приступили, и служили Ему. И также нам, ангелы, приступили, и они служат нам. И мы проповедуем, и мы благовествуем, и мы говорим, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И мы свидетельствуем, и мы принимаем тело Христово, и мы принимаем Его хлеб, шедший с небес, и мы принимаем Его святую кровь и побеждаем Сатану. Сатана ненавидит Царство Божие. Он был при Боге, он прославлял Его, но ему захотелось занять место Бога, и он ненавидит, потому что он выброшен из Царства Божия. И он сейчас мстит и ходит за каждым человеком, чтобы его поглотить, чтобы его уничтожить, чтобы его убить. И чем ярче человек в дарах Божьих, тем больше дьявол покушается на этого человека. Чем больше он веры имеет, чем больше он щедрый, и чем больше он делает дела для Господа, больше атак на Него. И знаешь, что Господь с тебя приготовил дать победу, дать победу, не поражение, не соглашаться. Когда дьявол приходит и хочет, чтобы ты согласился, чтобы он поглотил тебя, не соглашайся, противостань. Скажи, а я не буду сдаваться, а я пойду, а я буду служить Богу, а я не сдамся. Так важно, так важно не сдаваться. И откроем, пожалуйста. Матвея 16, 18. Опять Иисус говорит, Вот Иисус дает ключи царства Петру, и он называет его камнем. И считается, что мы камни живые. И Церковь Божия, она устрояется через каждого из нас. И у нас дадены ключи царства. Нам дадена власть Иисуса Христа. Нам дадено имя Иисуса Христа. Нам дадена вера в этом имени. И почему самое важное откровение – это есть об Иисусе. Потому что Иисус победил смерть и ад. Иисус дал нам ключи царства. Иисус дал нам право связать бесов, демонов, дьяволов во имя Иисуса Христа. И сказано, что свяжешь на земле, то будет связан на небесах. Не сможет сатана влиять к тебе там на небесах. Из кого ты освободишь, тот будет свободен. И помолимся о нашем будущности. С некоторыми мы молились, но некоторые не молились о будущности, чтобы связать дьявола, который пытается в нашу жизнь изменить плохое, страшное, ужасное. Но у Господа есть самые лучшие намерения. Несмотря на ветер, который дует, на ветру, которая сильная буря во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим за власть Твою. Спасибо, Иисус. Спасибо, что Ты первенец из мертвых, что Ты воскресший, что Ты сильный, что Ты сын Бога живого, что Ты праведник, что Ты тот, который несешь свет, даешь власть царям земным. Ты царь царей и Господь господствующий. И мы благодарим Иисус, что через Тебя мы приняли прощение, прощение грехов и крови Иисуса. Нас омывает и защищает. И во имя Иисуса мы просим, Господь, за наших родственников, близких, во имя Иисуса прости, омой, поставь свою ограду, печать Духа Святого, кровь Иисуса. Также просим о Латвии, во имя Иисуса Христа, прости всем живущим, омой крови Твоей Святой. Мы благодарим за защиту, которая на нас. Именем Иисуса мы связываем, князья Поднебесного, который есть сатана, который действует под небеси, который не пропускает молитвы. И именем Иисуса мы связываем, и пусть наши молитвы, они доходят до Господа Бога, пусть Он услышит во имя Иисуса Христа. И всякая сила тьмы, и власти тьмы, да будет связана и разрушена именем Иисуса на нашей будущности. Мы благодарим Господь заключить царство в имени Иисуса Христа. Мы благодарим Господь, что мы живые камни, мы благодарим Господь, что мы не будем вопиять, мы будем прославлять Твое имя, мы будем хвалить Твое имя. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Амин! Воздайте Господу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Бог велик! Господь, Он создал церковь, и Господь все, что создал, Ему принадлежит. Он создал, и Он искупил кровью своей святой. И также Господу Богу принадлежит вся вселенная. Все, что мы видим, все, через что мы дышим, все, что мы употребляем, это принадлежит Ему. И Иисус хочет, чтобы Его владычество было в нашей жизни, в социальной жизни, в семейной жизни, в политической жизни, в церковной жизни, в экономической жизни, в финансовой жизни, что везде Иисус был Господь. Почему-то люди отделяют свое экономическое состояние, финансы от духовного. Там другая личность, если что-то говорится о финансах, это что-то другое. А вот духовно, давайте я помолюсь, давайте я спою, давайте я еще. А то, что Бог нам все дает, Он дает нам пропитание, Он дает нам одежду, Он дает нам финансы, Он дает нам способность заработать, Он дает нам способности разные, чтобы у нас все было. И почему-то люди говорят, нет, это отделяется, не трогай, это мое. А Господь говорит, мое, мое десятина, Авраам принес. Его никто не заставлял, полностью никто не заставлял. Он сам решил быть благодарным, первым человеком. А сейчас нам уже примеры, как он благословился, какие благословения о его жизни пришли. И потому Господь нас учит, Богу, его доля, а что с нашей долей. Раньше в Ветхом Завете десятины приносили в церковь, то есть в общину, приносили для левитов, для священников вторую десятину, и приносили третью десятину для устройства храма Божьего. А в наше время мы говорим, благодать Божия. А как пришла эта благодать? Заплачена великая цена. Иисус заплатил кровь свою святую. Иисус, который Бог, которому принадлежит, который мог богатстве, славе, купаться там на небесах. Зачем ему к этим ужасникам, к этим ужасным грешникам приходить? Но он решил, и он пришел. И потому Господь часто нам говорит, оставайся на кресте, благослови, пусть все твои области будут посвящены Господу Иисусу Христу. Мы готовимся к Царству Божьему. Он там спросит, а что ты со своими финансами сделал? Что ты, как ты меня прославил? Как ты меня прославил? Ты считаешь, что ты умнее? Ты умнее, чем церковь, ты умнее, чем кто-то другой умнее. Ты знаешь, для чего и почему. Но Господь говорит, чтобы все было посвящено Ему, чтобы во всем было первенство Ему, во всех сферах. Не может быть с церкви мы одни, за дверями мы другие. А еще транспорты третьи, а еще там, где мы живем, еще другие. Господь хочет, чтобы одинаково мы доказывали жизнью свою, что мы посвященные Иисусу Христу, что мы отдали для Него свою жизнь, потому что Он нам отдал. Он нам отдал. И жизнь стремительно идет вперед, и Господь нас готовит. Нас готовит. Можно ничего не говорить. Как есть, так есть. Я понесу ответственность, если не буду говорить, и потому Господь побуждает, что надо об этом говорить. Я очень благодарна, когда это учили, когда я научилась этому. Я благодарю, и я никакого ущерба не имею, потому что Господь действует в жизни моей. И хочется, чтобы в вашей жизни Господь действовал. Слава Господу! Господь создал свою церковь. Господь есть Тот, Который вручил нам ключи Царства Божьего. Он Тот, Который, Он Тот, Который есть во главе. Он Тот, Который существует для того, чтобы нам всем открыть вход в Царство Божие. Он Тот, Который дал нам наследие жизни вечную. Но все это атакует сатана. С одной стороны, наше тело атакует нас. С другой стороны, сатана атакует. Мы не видим, что в духовном мире происходит. Как дьявол нас ненавидит? Он сказан, он пришел погубить, он пришел убить, он пришел уничтожить. Так что не играйте с какие-то астрология, какие-то экстрасенсы, какие-то кроссворды о том, что дает будущность. Но чтобы Слово Божие было во главе. Слава Господу! Господь велик, 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 велик. И сказано, почтите сына, чтобы он не прогневался. Это в Эдком Завете, в Втором Псалме. Почтите сына. А как его почтить? Во всех, во всех областях. Не может быть одна область посвящена, а другие области не посвящены. Почтите сына, чтобы он не прогневался. Не только ягненок, который добровольно отдал свою жизнь, чтобы нас искупить, но он еще может прогневаться. Слава Господу, что у нас есть время наши светильники поправить. Слава Господу! И откроем Матвея 18.1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Наверное, многих так тоже волнует этот вопрос. Кто больше в Царстве Небесном? Где я буду находиться? На высшие ступеньки, на низшие ступеньки? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитё, тот и больше в Царстве Небесном. Как должна быть такая чистота чистота в сердце, чистота, прозрачность в наших сердцах, свет, как у ребёнка, который наивен, который доверяет, который верит. И нам нужно доверять и верить в Господу. И он говорит, он будет выше, он будет больше, вот как этот ребёнок. И потому, когда дети в воскресную школу приходят, нам надо ставить и смотреть на них, насколько драгоценен этот ребёнок в глазах, в глазах, в глазах Бога, как важно, чтобы сохранить, помочь, чтобы состоялся ребёнок. Часто бывает, дети приходят, мы друг с другом заняты, а он пришёл Церковь Божией. Он хочет что-то услышать о Боге, о правилах Божьих, о заповедях, о любви Божьей. Ещё не понимает, что ему это нужно. И наше дело, чтобы показать и в отношении, заметить ребёнка. Вспомните сами, наверное, вспоминайте, когда детство, вы вспоминайте, вот эта женщина, вот этот мужчина, что-то доброе сказал и запомнилась на всю жизнь. Или бабушка, или дедушка сказал о Иисусе Христе. И это запомнилось на всю жизнь. И шла годами 10, 20, 30, 40. И, наконец, ребёнок вспомнил, когда уже взрослое дитё, что надо приходить к Богу, что Бог его любит. Когда уже побили его лодку, когда побили его жизни, он приходит и благодарен. Кто-то проявил внимание. Потому Иисус говорит, что в Царстве Небесном самое большое будет дитё. Слава Богу! И нам нужно уподобиться этому во имя Иисуса Христа. «Итак, кто умолится, как это дитё, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает». Видите, какая большая, большая награда. Если ты принимаешь какого-то ребёнка, если ты учишь ему, если ты ему говоришь о Божьей любви, сказано, что тот и Иисуса принимает. «Какая награда! Какая награда! И кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сил верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничное жерно на шею и потопили его во глубине морской». Вот драгоценное. Что значит, если кто-то соблазняет, как важно держать свою жизнь в чистоте святости, чтобы не соблазнить. Иисус сам говорит, надо камень жир повесить на шею и лучше утопить, если он соблазняет своим грехом, когда он соблазняет своим дурным поведением. «А кто соблазнит одного из малых сил верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничное жерно на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнного, ибо надобно прийти с соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазнный приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от тебя. Лучше тебя пойти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть свержен в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Лучше тебя с одним глазом пойти в жизнь, нежели с двумя глазами. Быть вержены в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Так что, драгоценные, будем примерами для людей, будем стараться, Бог тоже это видит, будем, когда кто-то приходит такой незначительный, не так одетый, не так выглядит, и мы видим, что если человек приходит там в золоте одетый, еще, как и написано, того, иди садись там на первый ряд, а ты сиди здесь у ног моих. И вот это пренебрежение, это очень ужасно. каждого человека надо принимать как драгоценность, он драгоценность в глазах Божьих, что там одежду не поменять, но драгоценность внутри, жемчужина внутри есть, и увидеть эту жемчужину в каждом человеке, не пройти мимо, не пройти, подать руку, и сказано, что лучше, чтобы спасти, пройти через это обрезание стыдно, да, или даже исповедовать, или даже говорить перед пастором, или перед каким-то служителем о своих грехах, но лучше сказано, что войти с одним глазом и с одной ногой, чем быть свержену в озеро огненное, там, где постоянное, постоянное мучение, там, где огонь неугасимый, там, где очень неприятно, слава Господу, что Иисус нас готовит к Царству Божьему, все, что я тут говорю, это говорится о том, так что драгоценные, когда сегодня будет вторая часть, при пожелании молодой паре, вы можете пожелать Царства Божьего, вы можете пожелать Иисуса, чтобы Он еще сильнее укоренился в их жизни, то, что вы сейчас слышите, может ты готовишь речь какую-то, но Господь тебе дает готовое, Он хочет, чтобы мы помыслили об этом слове, чтобы мы приготовили свои сердца и помогли каждому малому войти в Царство Божие, слава Богу, 1 Коринфиана 15, 49, 15, 50, но то, что скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует не тление, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облегша вне тление, и смертному сему облегша бессмертие, когда же тленная осия облегчется вне тление, и смертная осия облегчется бессмертие, тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою, смерть где твое жало, ад где твоя победа, жало же смерти грех, а сила греха закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, и так братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетель пред Господом, никогда не жаляйте своего труда, никогда не жалейте, что вы посеяли жизнь кого-то благословения, потому что некоторым людям есть такая привычка не додать, меньше, просчитать до последнего мелочи, а Господь хочет с избытком, с избытком, чтобы никогда ничего, чтобы был избыток, чтобы не было такого, что чего-то не хватает, чтобы старались, особенный случай, особенное, особенное, открытие сердца, и особенное благословение для другого человека, и вот так сказано, что тело наше, вот какое есть оно, оно не может наследовать Царство Божьего, и потому мы прочитали, что тело, которое у нас есть, оно изменится в духовное тело, и это большое облегчение, большая сила, когда наши родственники уходят, что мы все изменимся, мы все изменимся, мы все изменимся, и у нас будет духовное тело, потому что это плотское тело, оно Царство Божие наследовать не может, только духовное тело может наследовать Царство Божие, слава Богу, и потому будем готовиться к этому с радостью, с радостью, пусть не будет уныния, пусть не будет печали, чрезмерная, которая доводит до болезней, доводит до безвыходности, будем верить этому слову, здесь сказано, ад, где твоя сила, смерть, где, она поглощена, жизнь Иисуса Христа, который во главе в Церкви Божией, представляете, какая сила у Иисуса, смерть, и ад победил, смерть, и ад победил, и приготовил нам Царство Божие, и потому говорит, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, преуспевайте в деле Господнем, успешные, больше, да, на работе надо работать, но в деле Господнем, это никто никогда не отнимет, сколько бы тебя не было, жизни на этой земле, никто тебя этого не отнимет, преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом, труд наш не тщетен, книги есть, все записано, все, что ты сделал для сегодняшнего дня, все записано, все, что ты сегодня сделал, все записано, наш труд не тщетен, услышите, вознаграждение есть, может ты переживаешь, люди все не знают, что я такое сделал, очень важное, что я там посеял, что я там сделал, Бог видит, и Он говорит, твой труд не тщетен, Он вознаграждается, Царство Божие нас ожидает, там сказано, золотые улицы, там свет от Анца Божьего, Он как храм, который дает этот свет, слава Господу, велик Господь, и смерть поглощена победой, победой Иисуса Христа, мне очень нравится это понимать и принять, что победа Иисуса Христа никогда не отменяется, как бы ты ни чувствовал, что бы ни произошло с тобой, она не теряется, и она не отменяется, она твоей жизни есть и все, знает, как происходит с нами, как его детьми, как мы видим, когда дети растут, это не дай Бог, дети между собой есть мороженое, еще что-нибудь, могут не поделиться, отец может принести все и дать ребенку и сказать, да, откусить от этого мороженое, а ребенок скажет, нет, это мое, он не понимает, что отец все приготовил, и одежду носит, и в теплоте сидит, и учебу оплачивает, но с мороженого это мой, так бывает и в церкви, когда люди говорят, это мой, я не буду делиться, я не могу делиться, так что драгоценное Господь также нас воспитывает, чтобы жадность ушла, скупость ушла, ненависть ушла, расстройство, какие-то распри, недовольство, сказано, если говорите, говорите, как слова Божия, как слова Божия, не просто какие-то придуманные, слова Божия, когда что-то не нравится, владычествую над собой, слава Иисусу, Галатам 5, 21, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так, Царствие Божие не наследует, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые крестовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать, слава Господу за плод Духа, за любовь, за радость, когда что-нибудь происходит, за мир, за долготерпение, за благость, за милосердие, веру, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые христовы, если мы христовы, а мы христовы, мы в Церкви Божией, то распяли плоть со страстями и похотями, конечно, это больно, конечно, переживает остроту ножа, конечно, человеку неприятно, конечно, больно, конечно, слезы, конечно, много что, но надо распять, Иисусу тоже было больно, Иисусу тоже было ужасно, когда высмеивали, когда били палками, когда говорили, сойди со Христа, но Он остался, и нам надо оставаться на Христе, чтобы распять свои страсти и похоти, во имя Господа Иисуса, не своей силой, но сказать во имя Иисуса, сатана, ты не будешь обманывать, ты не будешь меня выталкивать из этого пути жизни, я остаюсь на этом пути жизни, Иисус мой Господь, слава Господу, если мы живем духом, то по духу и поступать должны, по духу поступать, слава Богу, вот нам пример, пример от Иисуса Христа, что по духу нам надо поступать, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать, слава Господу, не будем раздражать, будем раздражение распять, слава Богу, и будем миролюбными, дружными, и не будем ни у кого завидовать. Вторая Фессалоникийцам 1.3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами, Церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях переносимым нами, вами, доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете, ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляемым, отрадуя вместе с нами и явления Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Всегда сказано, по справедливости мы должны друг за друга благодарить Бога, слава Богу за каждого из вас, благодарить, потому что возрастает вера ваша, вера наша, она возрастает с каждым днем, она ведь не уменьшается, и потому благодарим, что возрастает вера ваша, слава Господу, потому что умножается любовь друг к другу, и это видно, как мы измененные за это время между всеми нами, так что мы, так что мы каждый друг другом можем хвалиться, вот любого возьми, там Андрис, там Гунар, там Татьяна, там Лариса, можем хвалиться, там Наталья, одна, вторая, третья, слава Богу, хвалимся верой, хвалимся утверждением, хвалимся тем, что любовь растет в каждом из вас, слава Господу, так что мы хвалимся Церкви Божией, терпением вашим, какое терпение, какие вы терпеливые, слава Господу, слышать слово, делать какое-то дело, не сорваться с дороги, слава Господу, и когда есть какие-то гонения или скорби, или какие-то другие испытания, вы переносите прекрасно, слава Богу, об этом сказано, надо благодарить Бога, аллилуйя, доказательство того, почему мы должны друг за друга благодарить, за веру, за любовь, за терпение, за то, что будет праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. Если кто-то обзывает, если кто-то ненавидит, Бог будет воздавать скорбью, и потому сказано, что доказательство того, что будет праведный суд Божий, будет праведный суд Божий, он не смотрит на лица, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого вы страдаете. Слава Господу! За веру, за любовь, за терпение, слава Господу! Бог не лицеприятен, Бог знает все, все, что у нас кроется. Снаружи можем быть прекрасное, и внутри прекрасное. Разве не так? Я верю, что в каждом из вас есть свет, чистое помышление, что у вас есть вера, что вы желаете друг другу только добра, что вы желаете друг другу радости, что вы радуетесь. Я верю, что внутри у каждого из нас это есть. Слава Богу! Посмотри на своего ближнего и увидь, что в нем есть вера, что в нем есть любовь, что в нем есть терпение, что в нем есть даже долготерпение. Слава Господу! Велик Господь! Приятно, приятно, когда рядом человек сидящий улыбается. Слава Господу! Улыбка это большое, больше денег, больше денег. Она человеку дает силу, она человеку дает подкрепление, радость, мир. Слава Господу! Больше улыбайтесь друг другу, это так важно. Слава Богу! Начинайте с улыбки, а остальное придет. Слава Богу! Еремия 10, 7 Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебя единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебя. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево, разбитое, листы серебро, привезено из фарсиса, золото из уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиатинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распрострел небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилища своих. Кто может с Богом сравниться? Никто! Люди делают себя Богом. Мы видим железные, деревянные, позолоченные, серебристые, разные, и носит их, и поклоняется, и целует ручки, ножки у деревянного Бога. А Бог говорит, кто с ним может сравниться? Нет подобного. И велико Его имя могуществом Его. И кто не убоится царя великого, Бога нашего? Кто же не убоится? Ибо Ему Единому принадлежит это, что перед Ним только можно убоиться по-настоящему. Ибо Тебя Единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебя. Разное, разное царство, царство тьмы, царство земное, и нет подобного, такое, как Бог, потому что все боги бессмысленны и глупы. И пустое учение это дерево, когда о дереве учат, как поклоняться, как поцеловать ручки, ножки, и разбитое листы серебро привезено из фарсиса, чтобы обзолотить, чтобы сделать то, что человек руками своими сделал, и одеть даже пурпур, и одеть еще что-нибудь, это дело рук искусных, но Бог, Он ни с кем не сравнивается, живой Бог, Бог, Господь, есть истина, Он есть Бог живой, такой Бог у нас есть, живой, и царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его, слава Господу, все Боги, они исчезнут из этой земли, но Бог сотворил землю силой своей и утвердил вселенную мудростью своей, и по глазу Его шумят воды на небесах, на небесах, не только в океанах, не только в морях, но и на небесах шумят воды, на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии, наверное, каждый видел эти молнии, и творит молнии среди дождя, и возводит ветер из хранилищ своих, такой Бог, который нам готовит Царство Божие, готовит, чтобы мы могли войти в чистоте, праведности, в силе, в мире, в прощении. Недавно муж пригласил, я без его разрешения расскажу, одного человека, там, филателия, там, свои дела, и я всегда вижу, если человек домой приходит, значит, у Бога есть какой-то замысел, это не главное, это не главное, чем там беседует, что там делает, но главное, что Господь хочет этому человеку сказать, проповедовать ему о Иисусе Христе, о прощении. Я спросила у этого незнакомого человека, который первый раз видел о своем доме, я говорю, как у вас с прощением, ой, как трудно, очень трудно, ой, лучше об этом ничего и не говорить, не могу, очень трудно, говорю, конечно, очень трудно, потому что человек сам по себе, он не может простить, но он может попросить Иисуса и сказать, помоги мне простить, помоги. И у евангелистов есть очень красивое, хорошее письмо о том, что Бог думает о тебя, обо мне, о таком человеке. Я прочитала, вот была такая прекрасная атмосфера, прочитала это слово, что Бог думает о нем, слава Богу, перед тем он говорил, что у сестры повесился сын, второй сын умер, потом внук умер и говорит, ходил в лутеранскую церковь, но потом ожесточился, как это так, ну как так может сделать? Я говорю, конечно, это очень трудно, это без слова Божьего, это непонятно, и это непростимо, и это невозможно, невозможно с этим справиться. Я говорю, а мы своего сына потеряли, он ушел уже в вечность, говорю, если б не Бог, если б не это слово Божие, это очень трудно, очень трудно, и вот Господь, когда у нас какие-то скорби происходят, Он хочет, чтобы мы кого-то укрепили, там тройная, тройная потеря, тройная, и я верю, что Господь по молитвам, по благословениям что-то сделал с этим сердцем, и пусть Господь нас всех благословит, чтобы мы не молчали, когда мы где-то находимся, чтобы мы кого-то взяли в церковь, сестра моя младшая приехала, среду взяла в церковь, туда, она говорит, как прекрасно, молодые прославляют Бога, девушки так красиво поет, она впервые вот в таком большом наирловос была в богослужении, слава Богу, и знаете, сжимается сердце, когда смотришь, человек еле-еле дотащил себя в церкви с негодованием, с нехотением, а Бог говорит, если ты в радости не будешь служить мне, ты будешь под ударами служить, раньше, помните, я говорила, подсчитала это место, он хочет, чтобы мы кого-то привели, кому-то помогли, чтобы мы не были эгоистами, эгоисты могут быть и в церкви, потому нужно увидеть, пригласить, может неудобно, может не вовремя, а может билет заплатить, а может еще как-то послужить, чтобы человеку высвободилось время, чтобы он мог с тобой или со мной приехать во имя Господа Иисуса, и можем встать и помолимся, чтобы мы приготовили свои сердца к Царству Божьему, чтобы мы были готовы без гнева и без сомнения. Спасибо Тебя, Господь. Мы благодарим за Твое Слово, мы благодарим за Церковь, которая властелин Иисус Христос, через Которого все создано от Него, через Него и к Нему. Он первенец, Он тот, который создал все. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благоволишь к Своей Церкви. Мы благодарим, Господь, что это время не пустое, что каждый из нас молится в духе, что каждый из нас благодарит Тебя за Церковь Божия, которая приготовляет каждого из нас в Царство Божие. Мы благодарим, Господь, что это слово, оно делает нас сильными, верующими, что это слово нас обличает, что это слово дает нам право войти в Царство Божие. Мы благодарны за это. Мы благодарим, Иисус, что Ты победил смерть и ад. Мы благодарим Тебя, Иисус, Ты великий наш Бог, наш Спаситель. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовляешь наши сердца, и Ты желаешь, чтобы каждый из братьев и сестер распяли свою плоть со страстями и похотями, и чтобы привел свою жизнь в порядок во имя Иисуса Христа. Господь, благослови во имя Иисуса Христа каждого из нас. Благослови, чтобы наши сердца были готовы. Господь, сохрани, от нападений сатаны, дай нам познать власть Иисуса Христа, чтобы противостоять. Сказано, противостаньте сатане, и он убежит. Когда ты противостаешь, я противостою. Твердая вера, мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь, за утверждение, за силу, за благословение. Спасибо, Господь. Мы благодарим, Господь, за приготовленное место, за Царство Божие. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Также мы молимся, Господь, обо всем, что Ты нам дал, чтобы мы были благодарны за имение, за одежду, за пищу, за все, что у нас есть, все, что мы употребляем, потому что нашего нет ничего. Это все от Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Нагим мы пришли, нагим мы уйдем. Помоги нам, Господь, распределить то, что у нас есть для славы Твоей. Во имя Иисуса мы благодарим за финансы, мы благодарим за этот день, мы благословляем каждого человека, мы благодарим за это священное действие, когда мы приносим и когда мы посвятили свою жизнь не только духовную и свои финансы для Тебя. Ты, Господь, благословляешь над нашей социальной жизнью, физической, церковной, экономической, финансовой, политической, мы благодарим. Ты царь царей и ты, Господь, господствующий. Пусть никто не забывает, что ты царь над всеми царями, ты, Господь, над всеми господами. Мы благодарим, мы посвящаем и мы благословляем все, что мы будем делать на этом месте, это для славы Твоей. Амин. Воздайте Господу славу. Твоей.